здравствуйте друзья с вами елена владимировна и сегодня мы поговорим о том как раскрывать скобочки фонтанчиком эту информацию я выкладываю еще и для моего ученика ромы дорогой бро я бы очень хотела чтобы ты хорошо подготовилась к экзаменам сейчас ты пока ко мне не ходишь и тебе наверное сложно но я очень надеюсь что эта информация тебе конечно же поможет давайте ребята смотреть вот напишем сейчас с вами две скобочки скобочка и вторая скобочка между ними знак умножения запомните это это один из секретов наших учебников никогда между скобочками не ставится знак умножения она там есть напишем какое-нибудь выражение 3а минус 4 b 5 а плюс 3 b почему бы и нет равно ребят давайте смотреть что такое правило фонтанчика это такой прием который позволяет нам раскрыть скобки и перемножить все из одной скобки на все из другой скобки как это делается показываю подробно 1 отсюда на 1 отсюда поехали делаем умножение по какому принципу мы его делаем сначала мы должны перемножить знак на знак потом цифру на цифру потом букву на букву и так знак на знак цифру на цифру букву на букву вы конечно мне сразу скажете а что это тогда за знак около циферки 3 и около циферки 5 там ничего нет еще один секрет наших учебников нам не досказывают с вами а на самом деле около 3 это плюс и около 5 это плюс ребят запомните раз и навсегда если перед циферкой нет никакого знака это означает что там знак есть и это плюс все очень просто ну давайте перемножать плюс на плюс правильно плюс 3 на 5 15 а на а получается а во второй степени что такое а во второй степени это а в квадрате это все равно что вы взяли а и умножили на а взяли 5 и умножили на 5 взяли 7 и умножили на 7 и так далее дальше мы должны перемножить первое на второе перемножаем плюс на плюс ставим плюс 3 на 3 ставим 9 а на б ставим а б едем дальше друзья мои минус на плюс вот умнички правильно минус молодцы заинке 4 на 5 20 совершенно верно б на а я напишу а б потому что мне нравится когда буквы располагаются по алфавиту но вы можете написать б на а да будет то же самое оценку вам за это не снизить и наконец надо сделать минус 4 на плюс 3 давайте минус на плюс минус молодцы 4 на 3 12 и b на b совершенно верно это b во второй степени то есть b в квадрате ставим равно ребята после того как вы произвели эти нехитрые действия вам нужно посмотреть а кто из ваших получившихся выражений кто родственники вот смотрите кто родственники а родственники это те у которых все абсолютно совпадает то есть все буковки должны совпасть со всеми буковками смотрите берем а квадрат есть где-нибудь еще а в квадрате правильно молодцы ребята нету значит он не с кем будет не родственник мы не будем его трогать просто перепишем 15 а в квадрате а плюсик писать не обязательно вы просто помните что он здесь существует затем давайте посмотрим ага я нашла родственников смотрите 9 а б и 20 а б вот они полные родственники потому что а и а стоят без квадратиков б и б без квадратиков они полностью одинаковые ну давайте теперь складывать я не зря сказала складывать потому что это сложение давайте посмотрим плюс 9 минус 20 я к положительному числу прибавляю отрицательное а вот теперь представляем такую ситуацию у вас было 9000 рублей а костюм футбольный шикарный роскошный вы мечтали о нем всю жизнь он стоит 20 тысяч что делать а у вас только 9 а надо 20 у вас 9 а вам надо 20 вы подумайте сколько вам не хватает ну ну конечно вам не хватает 11000 значит вам придется их у кого-то взять и вы будете должны а когда вы должны это минус друзья мои минус 11 а b переписываем остается записать минус 12 b в квадрате потому что у него тоже родственников нет 12 b квадрате все зайки мы закончили с вами вычисления вот так просто раскрываются скобочки при помощи фонтанчика ромка если у тебя будут ко мне лично какие-то вопросы по каким-то примерам или задачам пожалуйста пиши мне в отцапе в комментариях все распишу все выложу все видео тебе предоставлю друзья мои подписывайтесь на мой канал ставьте пожалуйста лайки с вами была елена владимировна репетитор по школьным предметам удачи вам на экзаменах и неплохо не пера